У меня такой к тебе вопрос, вот есть очень много мнений и очень много спрашивают, а нужен ли учитель, есть мнение, что обязательно нужен какой-то гуру, учитель, другие говорят, что неважно, как мы сказали, да, место, время, да, ты можешь сам всего достичь, вот нужен ли учитель и немножко можешь рассказать про Университет Единства и Ама-Бугавана, какую-то информацию, какую ты считаешь нужную будет? Я думаю, что если человек, например, хочет пробуждение, ну вот если мы об этом говорим, да, ну понятно, что может быть для каких-то других моментов и не нужен учитель, мастер, там, гуру, да, вот, но если, допустим, говорить именно об этом, опять же скажу из собственного опыта, когда я пыталась этого достичь сама, ну то есть я и читала, и смотрела, там, и практики какие-то делала, понятно, что я же искала, да, ну как это может состояние получить, да, но не могу сказать, что это не дает никаких результатов, да, дает, но это, как тебе сказать, это такие вот продвижения, то есть может быть это и 10 жизней надо продвигаться, я не знаю сколько, то есть как это можно определить, ну вот, что ты, что ты куда-то двигаешься, да, вот, ну и действительно, мне на тот момент казалось, думаю, боже мой, мне, наверное, этой жизни не хватит, ну, чтобы как-то сдвинуться с этого места, вроде бы теория есть, но чтобы сказать какие-то сдвиги, такие вот конкретные, вот явные сдвиги, вот как-то их нет, да, можно, конечно, попасть в иллюзию, одухотворить своё эго, как это я уже сейчас, например, наблюдаю, вот, хотя люди не хотят с этим соглашаться, ну, это их право, вот, когда эго говорит, я сам могу, я само могу, зачем мне вообще всё это надо, кто у меня вообще это собирается учить, да я сейчас тут книжки почитаю, там, посижу в медитации, и всё, и буду на высшей стадии, там, рядом с Буддой сидеть под деревом, ну, кто вы знаете, я не знаю, конечно, может, у кого-то получается, я не могу это, вот, констатировать это как факт, и просто в моей жизни я не видела таких людей, мне это не попадалось, вот, я не могу тоже сказать, но, ну, вообще, я считаю, что учитель нужен, ну, гуру, учитель, там, мастер, или вот кто-то, да, вот, нужен, почему? Потому что гуру это, как вот, знаешь, как ускоритель процесса, это как вот, как в университете единственное, там, приводили пример, да, это как электростанция, от которой ты можешь стартануть, понимаешь, вот я, например, на себе это очень сильно почувствовала, потому что, когда я одна работала, да, какое-то время, там, до момента пробуждения, вот, да, я вроде бы как что-то делаю, 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 ну, вот такая вот лампочка, она там горит, бедненькая в коридоре, да, вот, и что-то вот никак у нее не получается осветить, то, что хочется осветить, да, вот, но когда эта лампочка подключилась к этой атомной электростанции, или там, ну, имею в виду, какой-то, да, один такой пинок, бум, и ты уже светишься, понимаешь, ну, это так вот, если можно привести как пример, вот, поэтому для меня, например, очень важно было, чтобы я и хотела, чтобы найти мастера, гуру, учителя, скажем так, да, который помог мне это сделать быстрее, не еще болтаться там сколько-то жизней, я не знаю вообще, как я могу это все вот наперед посмотреть, да, вот, то есть мне не хотелось ждать, когда я там сама чего-то обуздаю, какие-то там писания, практики, медитации, там, и всевозможные, да, мне надо было быстро, быстро, мне не устраивал этот момент болтания в пространстве, рождение, перерождение, там, сколько я буду болтаться в этом кругу сансары, да, мне надо было, чтобы меня, мне как путь показали, направление показали и дали пинок, и все, поэтому я считаю, что на самом деле учитель, мастер, гуру играет очень большое значение, скажем, в жизни человека, который хочет получить высокие состояния, пробуждение, просветление, вот, во-первых, это и состояние они дают определенные, которые сам, читая там в интернете или книжки читая, ты все равно этих состояний не получишь, получишь, конечно, какие-то, но это такое вот, полстакана, скажем так, чайная ложечка, вот, а там тебя вводят, это очень близкий контакт, и, ну, наверное, я не знаю, все эти годы, которые я там что-то делала, вот, мне хватило какого-то одного процесса в Индии, и я хох, и я выстрелила, вот такое ускорение было, понимаешь, поэтому, ну, это, и это хорошо, как бы даже не обязательно в плане пробуждения, а в плане того, что твое эго немножко попускают, что ты не такой уж прямо там всезнающий, всеумеющий, смирение вырабатывается в тебе, терпение, то есть очень много качеств, которые очень нужны ну, и современному человеку, по крайней мере, это тоже, потому что немножко сейчас мы все равно не так живем, как, допустим, там, далекие-далекие наши предки жили, мы ничего не выполняем, ничего не знаем, мы вообще все умеем, все знаем, ну, почему-то, конечно, мы так живем, непонятно, наверное, просто от того, что мы все знаем сами, вот, поэтому, но, все равно тот, кто направляет, тебе все равно нужен, хотя бы, хотя бы не постоянно, но хотя бы какой-то промежуток времени нужно обращаться к учителям, к мастерам, там, я не знаю, к гору, да, чтобы все-таки понять, насколько правильно ты понимаешь, насколько ты правильно живешь, получаешь какие-то знания, получаешь какие-то состояния, да, не обязательно прямо вот каждый день там контактировать, да, но я, например, считаю, что вот какое-то время, когда я побыла в Индии, в университете единства, мне это очень много дало, ну, сейчас, допустим, у меня нет такого периода, то есть я не езжу, ну, не контактирую так близко, но хотя бы периодически это нужно делать, чтобы все-таки продвигаться дальше именно в уровне сознания стоим.